Здесь русский дух, здесь Русью пахнет Мы очень рады этому месту, где действительно и писатели, и поэты, и артисты, и зрители находятся вместе, в одном пространстве. Вместе гуляют по аллеям этого замечательного парка, вместе могут перекусить, вместе слушают лекции, приходят на концерты. В этом и суть фестиваля традиция, фестиваль для всей семьи. Более 30 мероприятий на различных площадках парка. Виртуозы Одинцовского симфонического оркестра прямо на лесной опушке под вековыми липами. Сергей Лукьяненко в живом общении со зрителями о патриотической фантастике. Новая русская музыка в исполнении Таисии Краснопевцевой. Такой формат необычен для всех. Фестиваль это абсолютно такое что-то, это не концерт, это не выступление где-то в закрытом помещении, это всегда новая публика, потому что обычно музыканты разных направлений играют, да, и то есть кто-то приезжает на одного, кто-то на другого, и у тебя есть возможность выступить перед людьми, которые часто после концерта подходят и говорят, ой, мы впервые вообще слышим, что бывает такая музыка, как интересно, и, конечно, в этом плане фестиваля это очень здорово. Ольга завсегдата в фестивале, приходит сюда каждый год, в этот раз решила поучаствовать сама, создала с детьми поделки из лоскутков. Чтобы деткам было интересно, каждый для себя что-то нашел, и если маленькие детки плачут, то одел на пальчик, допустим, любую игрушку и рассказал что-то такое приятное, успокаивающее для ребенка. И, вы знаете, сердце ребенка тает, и сразу он становится веселым, счастливым. А вот Светлана приехала из другого города и на таком празднике впервые. Говорит, необычный формат, масштаб и количество деятелей искусства, выступающих на фестивальных площадках, поражает. Здорово, что это на открытом воздухе, что все посвящено русским традициям, ну, конечно, в переложении на классику. И, безусловно, то, что мы можем увидеть таких людей и услышать о Бродском, услышать что-то из уст Немалявы, которая сама является тоже классическим русским, таким, знаете, культурным пластом сегодняшнего дня. Поэтому отлично. Пусть бы побольше такого было. Собрать вместе талантливых людей, объединить прошлое и настоящее, сделать искусство доступным простому зрителю – основная цель фестиваля «Традиция», говорят организаторы. Это еще один шаг к сохранению уникальной русской истории и культуры. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.